Снег, 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 снег. Даже наши двойные рамы замерзли. Модные. Смотри, смотри, смотри. Бедные дети замерзают на яхте. Какой ужас. Ну-ка, что там отодвинется, Люка. Все, мы застряли тут навечно. Папа очищает панели. Они уже, похоже, ледяные. Ну вот такое у нас лето. Какое у нас сегодня июль? 1 июля. Утром чистим лодку. За ночь нападала снега. Вот такого белого, пушистого, красивого. Большой толстый слой. Пока еще не замерзаем, но все еще впереди. От Антарктиды огненную землю отделяет пролив Дрейка. Это примерно 500 миль. И уже полностью белый континент. И все там холода, морозы, льды. Ну а мы пока зимуем здесь. Здесь вот вода еще льдом не покрылась. Но у берега уже льдинки такие плавают. Я надеюсь, что все не замерзнет. И мы сможем отсюда все-таки уйти наконец-то. А пока зимуем в снегах. Вот на понтоне, который называется Микальви. Это бывший корабль Армады-де-Чили. То есть бывший военный корабль, который сел на мель, получил пробоину. Его вот сюда дотащили. И вот он стоит такой около берега на мели. В нем сделали яхт-клуб. Здесь получаем воду, электричество. Вот возможность выхода на берег. Вот и пока это как-то даже и бесплатно. Вот. Пойдем. Мы сейчас находимся вот на этом самом понтоне Микальви. Это бывший военный корабль. Вот. К нему с обеих сторон швартуются лодки вот в несколько бортов. Вот с этой стороны в три борта там дальше уже мель начинается. А с другой стороны там мы стоим третьим бортом. После нас еще три лодки. То есть шесть бортов стоят. Вот здесь же рядом с нами в другом ряду правда зимует лодка наша старая знакомая Аустралис. Которая была с нами во флотилии, когда мы выходили в пролив Дрейка. Вот. Весь покрытый снегом. Оставленный, законсервированный на зиму. Вот такой вот корабль. Железный. Ну вот. А наша лоди мэри стоит как раз посередине, как я и говорил. Вот. Мы стоим третьим бортом в таком ряду. Три лодки только жилые, где люди постоянно живут, включая нас. Зимуют или проводят лето. Кому как нравится в этом полушарии. Вот. Остальные лодки люди оставили здесь и сами улетели в теплые края, домой. Переждать сезон, потом продолжить навигацию здесь. Ну вот. А здесь видно, чем жилая лодка от нежилой отличается. Вот стоит тоже Naughty Cat. Но чуть более новая, чем наша лодка. Вот. На ней никого нету. Весь кокпит в снегу. И он потихонечку зарастает, зарастает. Покрывается все большим и большим слоем снега. Скоро там, наверное, будет сугроб. И ходить будет совсем затруднительно. Хозяин у нее здесь появляется крайне редко. Очень интересная история у этой лодки. Один из чилийских, достаточно богатых людей. Купил все время ее новую с верфи. И сейчас у него там какой-то флот из собственных яхт. Но эту яхту он не продает. Потому что у него тут связана с этим история первой его любви. И вот она стоит здесь. Он ее передал под надзор местному яхт-клубу. И там пару раз в год, наверное, на ней выходят. Тут есть регата проводится вокруг мыса Горн. Вот. На этой лодке выходят тут вместе с ребятишками, со взрослыми. А большую часть времени она просто здесь стоит, простаивает. Вот снегом покрывается. Вот такие вот снежки. Спустились с яхты и поехали на санках. Ха-ха-ха. Вот наш дебаркатерик прекрасный. Ну, погнали, дочь. Погнали, Настя. Там Настя полует интернет и остатки. Пойдем по снегам. Ух, вот так все сейчас. Красота. Красота красотичная. 29 июня. Когда кончается первый месяц зимы, мы все ждем Нового года. А здесь все странно. Представляете, Новый год летом, но это ладно. В тропических странах он везде летом. А сейчас-то зима, в тропических странах-то нет зимы. У них всегда жара. А тут, блин, снег, снеговики и Деды Морозы. А Нового года нет. Рождества тоже нет. Тупо 29 июня. Вот такая вот штука. Бедные они, бедные южнополушарники. Хорошо, что мы знаем, что такое снежный Новый год, а не снежный июнь. Аминь. Сейчас мы как раз на площадке, на той самой, где мы раскладывали паруса. В нашем предыдущем видео. Вот на него подсказка сейчас выскакивает. Вот здесь вот таким вот слоем снега уже все покрылось. Он теперь, наверное, уже не растает. Но я думаю, что в течение месяца точно началась самая настоящая зима. Вот. И все лодки уже тут тоже покрываются слоем снега. Сейчас пойдем нашу дочищать. Яхта типичная для этих широт с печкой дровяной внутри. Вот видно, труба у нее выходит через палубу. И это совсем не единичный случай. Здесь большинство яхт, наверное, две трети тех, которые мы здесь встречаем, именно с отоплением такого типа. Вот. А вот сейчас вы видите, там на якоре стоит лодка красная такая. В ней ребята зимуют прямо на якоре. У них там дровяная печь. Там такая интересная пара. Он бразилец, она англичанка. Они раз в несколько дней выезжают на берег с бензопилой, пилят сухие деревья упавшие, привозят в тузики себе дрова в лодку, растапливают печку и таким образом отапливаются. Это окно у нас в гальюне. На нем нет второй рамы и пленки. Ну, потому что он открывается частенько. И вот где на окнах нет пленок, вот такая красота у нас висит. Ледяная. Это она уже подтаяла. О, как все красиво. Как в космосе. Или во дворце Дедушки Мороза. Кораллы вот эти, наверное, тоже подмерзли, которые здесь у нас создают атмосферу СПА-салона. По-моему, живопись. За давностью лет вот такой у нас провод электрический, который был на входе от 220. Вот, я думал, что сначала это соединение там отгнило, начал провод вскрывать, а он весь вот такой в труху рассыпавшийся. У нас такой в оболочке, в резиновой практически. Вот, но 220 мы пользуемся достаточно редко, потому что большая часть времени на якоре стояли. Вот сейчас встали в Марине и приходится тут маленько восстанавливать электрику. Вот такие неожиданные сюрпризы бывают. Вот за давностью лет, за 30 лет кабель сгнил напрочь. Папа пошел топиться с радостью, потому что он только что утопил с радостью телефон. Там была вся наша жизнь. Ну вот еще. Вся наша жизнь здесь. Теперь просто один-один-один. Я топила давно, мама топила года полтора назад. Теперь папина очередь. Одна Лада только еще ничего не сотворила. Едет мне. А ты... Без этого? Что папа хотя бы выживает. Да! Едет! 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 Подписывайтесь на наш канал и делитесь этим видео с Дрое Землю, чтобы как можно больше людей узнал, что путешествовать и исполнять свои мечты могут не только герои. А простые люди, как мы и как вы. Вот такие люди. Этот первый увидят свои мечты, военные ключ свадетить и доставить свою мечту. Я сверху и aweю ему Gonку chip nord назад.